В феврале мы ждем в Молдове экспертов Роспотребнадзора и Роспотребнадзора для того, чтобы увеличить количество производителей, которые поставляют свои товары на российский рынок и увеличить список товарных позиций. Я буквально вчера общался с российской стороной, мне подтвердили, что в феврале мы добьемся значительного увеличения и количества предприятий, и очень важно, чтобы было и по товарным позициям. Второй шаг. Буквально на следующей неделе в Брюсселе мы предложим переговоры в трехстороннем формате Молдова, Российская Федерация, Европейский Союз для того, чтобы все-таки договориться, что мы делаем дальше с этими таможенными пошлинами. И третий шаг, который я надеюсь, что в ближайшие месяцы станет предметом переговоров и мы добьемся результатов, это, безусловно, снятие таможенных пошлин. Потому что, как я уже говорил, если мы обеспечим возврат молдавских товаров, но не сможем добиться снятия таможенных пошлин, то у нас есть проблемы с конкурентоспособностью. Я хочу также, уважаемые потенциальные инвесторы, экономические агенты, друзья, вас проинформировать, что мы планируем начало сотрудничества с Евразийским экономическим союзом, с ЕС. В начале апреля, и я хочу пригласить тех, которым это будет интересно, в начале апреля мы ждем в Кишиневе на международный форум руководства Евразийской экономической комиссии на уровне председателя и на уровне министров, для того, чтобы обсудить возможности сотрудничества и подписать соглашение. Я думаю, что это будет очень серьезным шагом для того, чтобы все-таки мы друг друга лучше узнали, для того, чтобы двигаться и в сторону ЕАЭС. На данном этапе это соглашение не будет противоречить другим соглашениям, подписанным Республикой Молдова. Я имею в виду ассоциацию с ЕАЭС. И оно не может на данном этапе противоречить. Но я думаю, что это будет правильным шагом и первым шагом для того, чтобы в мае Молдова стала наблюдателем в ЕАЭС. Это будет вторым шагом. Дорогие друзья, нас ждут очень интересные с точки зрения развития бизнеса, двухсторонного бизнеса. Нас ждут очень интересные времена. Я хочу, чтобы вы, как экономические агенты, первые почувствовали, но ваше участие массовое на этом мероприятии показывает, что вы это чувствуете. Бизнес первый чувствует. Знаете, после моей пресс-конференции в Москве мне начали звонить. Игорь Николаевич, мы хотим инвестировать в Молдову со стороны России. Мы чувствуем, что на этом направлении будет прорыв. Я хочу, чтобы вы это почувствовали и были уверены, что на политическом уровне мы это поддержим. Только главное, чтобы вы были более активными. Нужно чем-то поддержать. Нужна какая-то, я не знаю, политическая поддержка. Нужен какой-то дополнительный сигнал. Вы скажите, я готов встретиться, мы готовы обсудить. Нам нужны ваши инвестиции. Нам нужны наши торговые отношения, чтобы мы вернули на тот уровень, который были раньше. Без этого Молдова не выживет. Без этого мы не создадим десятки и сотни тысяч рабочих мест, которые нам нужны. Я хочу также поприветствовать тот опыт, который есть уже по сотрудничеству на региональном уровне. Вот у нас здесь есть наши коллеги из Гагаузии, из других регионов. Вот представители 17 регионов Российской Федерации. Проанализируйте этот опыт. Очень удачный опыт. Если не всегда получается на национальном уровне, давайте поактивнее на региональном уровне. Может быть там быстрее будет, хотя мы будем стараться и с правительством тоже. Мы, кстати, договорились, что все, что хорошо для Молдовы, вне зависимости от разных видений президента, правительства, но все, что хорошо для Молдовы, все, что хорошо для бизнеса, все, что хорошо для граждан, мы поддержим. И поддержим вместе. И вы должны это понять. Здесь у нас будет общая позиция, главное, чтобы бизнес шел, чтобы экспорт увеличился.